Здравствуйте, мои дорогие! Какой мужчина думает о вас? Какой мужчина думает о вас? Может, не один думает. Давайте посмотрим на двоих мужчин. Вот этот думает о вас, и вот этот думает о вас. И что он думает о вас? Этот и этот. Так, не нужно выбирать. О вас думает двое мужчин. Так, первый мужчина, который думает, собиратель женских сердец. Возможно, у вас был с ним интим. Или же, знаете, прям вот доходило до этого, если вы не общались, например, вживую, да, то в соцсетях или в соцсетях, да, есть такие девочки, то вот прям такие жаркие отношения могли быть. Может, даже не так жаркие, знаете, когда вот такое вот уносило, уносило с головой. Так, что думает о вас? Что думает то, что вы привлекаете его некой такой женской своей красотой, какой-то тягучей такой энергией, вот прям его затягивает вашу, вашей энергетикой, да, вот притягивает его и одновременно, одновременно отталкивает, потому что вы, знаете, как вот как на расстоянии, далека, красивая. Так, что это за мужчина такой? Привык, в принципе, получать то, что необходимо. Это мужчина, который сначала изучает, да, сначала посмотрит как-то со стороны, что женщина из себя представляет, потом начинает, может быть, действовать, но прежде наблюдает. Так, какой мужчина? Довольно-таки эгоистического склада характера, потому что тут какой мужчина? Мужчина-солнце. Очень много вот этой вот энергетики, именно мужской. Но с одной стороны, я бы так сказала, даже мужская энергетика, нарцистическая такая. Насколько это плохо? Ну, не знаю. Так, как холодная женщина, говорит он, говорят про него. Да, ведёт себя как женщина. А кто такой? Смотрите. Кто такой? Ну, по тому, что мне говорят о нём, это довольно сильная личность, но вот кажущаяся сила такая есть, да, что в его руках буквально держит руку, как, в руках свою судьбу. Эгоистический такой сильный настрой. За вами следит. Но мне чувствуется некая такая, знаете, хрупкость, потому что вот эта корка, да, которой окружён этот человек, она, как, знаете, вот можно пошатнуть. Например, здесь нет брони. То есть человека можно обидеть, и я это вижу, что он как-то хрупко держится на вот этом своём странном фундаменте. Кто этот человек? Вы его не видите. Мужчина думает о вас. А что он вообще думает ещё? Возможно, вы переговаривались с ним, и что-то острое кто-то сказал. И как итог, либо вы им отдалились, либо он. У вас были отношения, я ещё что-то интересно. Что-то было, что-то было, и вот смотрите, по вот этой карте у нас до девяточки дошло, когда мужчина просто вот захлестнуло вами, унесло куда-то, но вы, скорее всего, отказались. Или наоборот, тут вспомните, потому что тут сам мужчина, он такой… Его легко обидеть, его легко ранить, и вот он создаёт долго вот это вот вокруг себя, вот эту ракушку, в которой он живёт, как эгоист. Далеко. Чем дальше от людей, тем лучше. Вот это в нём идёт. Очень похоже на отношения, как какой-то, вот знаете, он далеко от вас сейчас. Которых вообще нет. Вот так вот отношения, которых вообще нет. Что это за мужчина? Ведёт себя как подросток. Причём, знаете, подросток такой, когда женщина нравится, да, он может не говорить ей об этом, а там подшучивать, либо как-то задираться, либо просто по ночам думать о ней, и вы поняли. Что за мужчина? Домосед по большей части, но такой интересный домосед, когда любит развлечься, услышать, знаете, ну какая-то, знаете, такая отдушина, радость должна быть. он ещё не проявился толком, я вижу у вас в жизни. Возможно, просто вы его знали как-то, да, и его прям захлестнуло от вас. Но он такой красавчик, я вижу, или же просто обладает, даже если некрасиво, обладает такой какой-то харизмой, когда женщины на него прям как на мёд пчёлы. Кто он вам вообще? Как вы его знаете? Плохо знаете его, плохо его знаете. И вот несколько раз у нас какая-то женская энергетика сквозила. И опять смотрите, как вы его знаете? Он вас произвёл как в девушке его физической мечты, телесной мечты. Думает о вас сейчас, красотки. Симпатичный, поговорят, молодой человек, возможно. Да, симпатичный, тут больше вот именно это идёт. Угу. Ноль. Почему ноль? Чтобы он проявился, должно быть какое-то обнуление. Вот. И оно произойдёт. Он вот так вот, кстати, может циклически появляться и исчезать. Ну, а тут говорят о какой-то прям справедливости. По справедливости уже надо будет как что-то в отношении дать, привнести, боиться. Ну, вот такой вот человек. Вот. Активный физически в плане интимной близости очень активный человек. Хочет вас. Угу. Но ничего для этого не делает. Вот такой какой-то интересный. Может, вы где-то в интернете познакомились с таким мужчиной? Или, не знаю, где ещё можно ознакомиться. Где угодно можно познакомиться, и он уже думает о вас, как, как не знаю прям кто. Всё, вы его предел мечтаний и желаний, женщина. кто думает? Так. Вот такой вот рыцарь думает о вас. А что думает? Что вы создаёте здоровую конкуренцию или не очень здоровую, но вы как-то так любите, чтобы за вас посражались. Вот. Что вы стеснительны, а с одной стороны, что думает о вас? Что думает о вас? Как-то меланхоличные какие-то такие мысли либо у него, либо это он вас такой видит, а ну какой он вас видит? Работаю. Это вы. Немножко не, ну как, не искренне почему-то он говорит о вас. Мужчина. Ну, вы знаете, то ли скоро проявится, у вас есть с ним какая-то общая история. Что он думает о вас? Вы знаете, он думает, что ему страшно, потому что есть некое, ему страшно взять этот шанс, знаете, вот взять вот эту ценность, это вы. Почему? Он, видите, как прежде всего он мне вот сюда вот говорит, я хочу, чтобы она знала, что я о ней думаю, а потом расскажешь, я все равно проявлюсь в ближайшее время. Насколько серьезный к вам этот человек? «Боже, что такое? А вас думает мужчина, которому вы сердце разбили? говорит, я заново все хочу. Но боюсь, потому что раню сердце себе, я хочу более спокойно, вот как-то влюбиться, боится. Господи, хорошо, кто ты, расскажи, кто ты? Кто ты рыцарь? А что ты как воришка заходишь? Кто ты рыцарь? Так, человек просто, вот просто любит вас, влюблен. Но здесь некоторая такая вот ситуация, которая не подходит вам. Что-то вам не нравится в том, что между вами происходит. Он проявится скоро. С чем проявится? Давайте посмотрим, чтобы вы поняли, что это о нем было. С какой-то информацией, которая даст вам возможность двигаться вперед. И для будущего это очень-очень для вас важно. Как знаете, закрытие какой-то проблемы. Но это еще не все. Там нужно будет, вот десяточка идет, да? Нужно будет еще какой-то шаг. Ну как да, как закрытие какой-то проблемы все-таки. Как знаешь, давай вот еще, еще вот, вот что-то надо сделать, чтобы закончить. По-доброму к вам проявляется. Хорошо, кто ты, кто что такой? Человек, губковый король, он просто, и еще и пара, показано, все-таки двоечка. Любит вас, мужчина. Кто ты? Десяточка. А, понятно. Для вас, наверное, должно быть понятно, потому что у вас была с ним остановка в общении, остановка вообще в отношениях. Конец. Причем так болезненно как-то это все проходило. Не выдержали конкуренцию, либо он. Каждый остался при своем, не хочет слышать другого мысли, но вы остались родными друг другу. вместе вы сила. Кто мужчина для вас? Сила. Кто мужчина для вас? Тот, который с вами. Девочки, тут какой-то мужчина, который прямо вот желает быть с вами, как с женщиной своей жизни, с хозяйкой своей жизни. Вот. Есть у вас такой? Вот он думает о вас. А что ты еще думаешь о ней? Что у вас кто-то есть? Мужчина какой-то. Что ты еще думаешь о ней? Что вы долго сопротивляться не будете, если мужчина какой-то у вас появится, ну, такой на горизонте достойный, то вы не собираетесь сопротивляться. Что еще думает? Что вы ушли и оставили сердечко у него. Что вы достаточно спокойно стараетесь себя вестись, знаете, вот как сама, как ангел себя ведете. То, что вы ангел, короче. Что думает о вас? Что вы быстрее его. что он не успеет за вами. Что думает о вас? Что вы достигнете какого-то своего, какой-то своей цели, важной цели, то даже мечты, какой-то глобальной такой мечты. Очень скоро. То, что вы для него целый мир. То, что вы любимая женщина у него. Вот. Просто на него выпадают пожилые карты еще. Хоть изначально выпал кубковый король, но тут очень много пожилой такой информации. Это что говорит? Ну, то, что человек вроде как любит вас, но у него нет компетенции, нет возможности сделать вот в жизни то, что он хочет. То есть он не может распорядиться какой-то частью своей жизни. что-то, многое даже, да, зависит не от него. Вот как от ребенка. Ведь не зависит то, что он сам будет жить и сам будет распоряжаться своей жизнью. Не всегда, ведь правда? Вернее, чаще так нельзя. Потому что это же ребенок. Ну, вот и он как-то так. Но вы любимая его женщина. Вот думает о вас еще такой человек. Вот что он о вас думает. Вот, дорогие мои, я надеюсь, что вам понравилось. У нас 14 минут прошло. Спасибо вам, мои хорошие. Благодарю вас за вашу... Вот это вы, любимая женщина, да? За вашу поддержку, за ваши лайки. Нас уже больше 102 тысяч. И мы продолжаем наше движение в сказочной стране исполнения желаний. Я хочу, чтобы все мечты ваши сбывались. Я хочу, чтобы Вселенная помогала вам и давала подарки, и даже больше, чем вы просите. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.